Мясной магазин на Глушко-14 еще не открыт, но проблем уже выше крыши. Мало того, что владельцы, выкупив две квартиры на первом этаже, снесли все перегородки, так еще и электричество для огромных морозильных камер берут в жилом доме. Люди в шоке, а в ответ только хамство. Когда мы хотели пойти на контакт с хозяйкой, хозяйка категорически с нами отказалась идти. И я вам больше скажу, хозяйка хамка, молодая, невоспитанная. Наверное, в ее возрасте надо быть немножко как-то культурнее. И нам сказали, что вот так вот, с такими соседями, как вы, я элементарно разговариваю. И мы полицию вызывали по поводу нее. Нас самое главное интересовал вопрос, почему к ней подошли, электричество. Откуда они берут электричество? Вот это первый вопрос. Потому что стали большие проблемы с электричеством. Начало мигать. Сегодня свет пропадал. Началось все от того, что мы смотрим мощные кондиционеры, мощное электрооборудование там внутри, эти холодильники огромные, промышленные. Ну, мы переживаем, у нас очень плохо со светом. Посмотри, что делается. У нас. Там ужас. У нас все время, у нас перебор. Скажите, что у нас щитовая у нас. У нас в воде была щитовая. И теперь там очень часто выбивает свет. Да. Кроме того, местные жители утверждают, что владельцы мясного магазина снесли несколько стен в помещении. Эти стены могли быть подпорными. Разрешение ГАСКа на такую реконструкцию предприниматели не предоставили, говорит глава ОСМД. В конце мая с представителем ЖЭКа все-таки попали в сам магазин. Увидели, что там снесены практически эти две квартиры, даже потому что фактически это еще две квартиры, хоть уже по документам они переведены в нежилый фон. Снесены практически все перегородки межквартирные и межкомнатные. То есть там фактически большая площадь. Жильцы вторых этажей жалуются на то, что увеличилась слышимость в квартирах. Плюс, если в пятой парадной маленький ребенок даже не бежит, а идет на кухню, в туалет в соседней квартире, в шестой парадной, это отлично ощущают по полу. То есть какую-то подпорную роль все равно в перегородке выполняли. Ни одной стены, но не несущая. Две квартиры из разных парадок. В трехкомнатных квартирах? В трехкомнатных квартирах. Только лишь одна спальня отделяется несущей стеной. А остальные все перемычки. У меня трехкомнатная квартира, но аналогично как здесь. А остальные все перемычки. Вот я не знаю, вот эту несущую. Трещины не замечали у себя? Нет, это только стоило пару месяцев. Они же еще не запускались. Они только завозят. Но даже вот эти перемычки между кухней, спальней, большой комнатой, даже если это не очень такие, ну, ванная, туалетная, то оно все равно же осадку даст. С жалобами местные жители обратились в городской ГАЗ к Одессообленерго и к депутату горсовета от Киевского района Дмитрию Танцюре. Я прибыл на место. Мы сделаем все для того, чтобы жильцы, люди, живущие в этом доме, были услышаны. Мы сделаем все для того, чтобы горе предприниматели не открыли это помещение, пока не будут урегулированы все вопросы с людьми, живущими в этом доме. Дмитрий Богомолов, Денис Рудь, телеканал Репортер.